Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод». Тема сегодняшней нашей беседы – посев семян цветочных культур на рассаду. Мы поговорим о способах посева, какая требуется почва для выращивания рассады, как подготовить семена к посеву, на какую глубину их сеять. Короче, обо всем, что необходимо знать при посеве семян цветочных культур на рассаду. Все теплолюбивые, большая часть полувыносливых и холодостойкие виды с длинным периодом вегетации, такие как астро, львиный зеф, левкои, гвоздика, шабо, почти всегда выращивают рассадным способом. Для выращивания рассады прежде всего нужно иметь качественные семена. Не следует использовать старые. Всхожесть семян с течением времени снижается. Так, семена некоторых однолетних растений сохраняют всхожесть не более одного или двух лет. Это астро, вербена, бархатца, календула, эшольца и другие. У других однолетников всхожесть семян сохраняется в течение двух-трех лет василек, гвоздика, шабо и берес, кларки, космея, лабелия, лобулярия, циния. У некоторых в течение трех-четырех лет – гадеция, лаватера, петуния, портулак, резида, скобиоза. У двулетников семена сохраняют всхожесть в течение двух-трех, иногда четырех лет. Приготовленные семена полезно обработать против бактериальных болезней. Существуют разные способы обработки. Семена погружают в однопроцентный раствор марганцовки на 15 минут. Хорошие результаты дает обработка семян в растворе серебромедина. 40 мл серебромедина разводят в одном литре воды. Семена погружают в раствор на 10 минут. Семенам некоторых многолетних растений – дельфиниума, наперстянки, колокольчиков, купальницы и других – требуется холодная стратификация, промораживание в течение одного-двух месяцев. Для этого семена перемешивают с увлажненным чистым песком, засыпают в бумажный пакет и помещают на нижнюю полку холодильника, где температура от 0 до 5 градусов. Стратификация позволяет получить более дружные всходы. Хороший эффект дает намачивание семян в растворе микроэлементов. Из народных средств можно использовать настой древесной золы. Для этого две столовые ложки золы насыпают в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая. Затем в полученный раствор погружают в марлевом мешочке семена на 4-5 часов. После этих процедур семена не промывают. Важное значение для выращивания рассады имеет почва. Она должна быть рыхлой и легкой, влагой и воздухопроницаемой. Хорошо, если почва заготовлена заранее со своего участка. Чистая, без семян сорняков, смешанная с песком и компостом или перегноем в соотношении 2-1-1. Для уничтожения патогенной микрофлоры можно провести ее обеззараживание. Самый надежный способ это прокаливание в духовке. Но здесь необходимо учитывать, что уничтожая патогенные микроорганизмы, мы уничтожаем и полезную микрофлору. А почвенная микрофлора разлагает органические субстанции, преобразует элементы питания в доступную для растений форму. Хорошим органическим удобрением, которое способно заменить компост, перегной, а также восполнить почвенную микрофлору, является биогумус для домашних растений. По своей структуре биогумус для домашних растений максимально приближен к продукту, который получается после переработки почвы дождевыми червями и формирует самый плодородный слой почвы. В состав биогумуса для домашних растений входит полный комплект макро- и микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития растений. Азот, фосфор, калий, кальций, магний. Есть в нем витамины, гуминовые и фульвовые кислоты. Главная особенность средства состоит в его сбалансированности и полной идентичности природному прототипу. Нельзя сажать растения полностью только в биогумус, в 1 литр почвосмеси для рассады. Рекомендуется добавить 50 мл биогумуса для домашних растений и хорошо перемешать. О сроках посева мы говорили в прошлый раз, лишь коротко напомню. В феврале начинают посев петунии, клубневых, бегоний, лобелия, пеларгония, виолы, многолетних астр. В марте высевают семена однолетние, астры, цинии, бархатцев, цинирарии, вербены. В апреле высевают семена других однолетников. Глубина посева семян в первую очередь определяется их размерами. Она является оптимальной, если семя покрыто слоем почвы, равным его толщине или несколько больше. Но глубина посева семян не должна превышать тройную толщину семени. Чем мелче семена, тем на меньшую глубину их заделывают. Очень мелкие семена, бегония, лобелия, петунии и другие не заделывают, а лишь слегка прижимают доской к почву грунту. Многие цветоводы используют метод посева мелких семян по снегу. На подготовленную в посадочной таре почву насыпают слой снега в 2-3 см. Затем на снег аккуратно раскладывают или рассыпают семена, и тара устанавливается в теплом месте. Снег тает, влага впитывается в почву, а семена прижимаются к поверхности почвы. Посевную тару с посевами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый прозрачный пакет. Оптимальная температура для прорастания большинства семян плюс 18-22 градуса. Для некоторых растений бегония, сальвия, бархатцы, гибрид и петунии требуется более высокая температура плюс 22-25 градусов. Другим гвоздика, виола, душистый горошек более благоприятной температуры плюс 15-18 градусов. Необходимо следить, чтобы почва была влажная. При пересыхании почвы проклюнувшиеся семена уже через несколько часов погибают. Время от времени посевы необходимо проветривать. Для этого приподнимают стекло или достают тару с посевами из полиэтиленового пакета. Тару с посеянными семенами можно убрать в темное место. Свет необходим для прорастания мелких семян, которые при посеве не заглубляются. С появлением всходов температуру воздуха снижают на 2-3 градуса. Емкости с растениями выставляют ближе к свету, что препятствует вытягиванию саженцев. В первое время всходы нуждаются в затенении от прямых солнечных лучей. Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Удачи вам и всего самого доброго!